Люди часто видят трудности, они пугаются их, пугаются и цепенеют, они как бы в шок входят, потому что они не знают, что все трудности в этом мире имеют предел и преодолеваются силой человеческой все. Вот я говорю об одном и том же, и люди все равно подходят, меня это же спрашивают, потому что они в шоке от того, что с ними происходит. Каждая женщина считает после лекции подойти ко мне и спросить, Олег Геннадьевич, это мой человек или не мой? Я говорю, ваш. Я говорю, слава Богу. И причина, почему они так это спрашивают, потому что они испытывают трудности с этим человеком, и трудности пугают. Не надо пугаться трудностями, не надо. Просто люди очень ленивы в сердце, то есть сердце предназначено для молитвы, сердце человека, предназначено для молитвы. И когда ты в молитве, вот слушая тех, кто молится вместе с ними, в памяти с теми, кто молится, молишься, 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 забыв про себя, про свои дела, про свои заботы, в это время очень сильно сгорают трудности в жизни человека. Это нужно знать каждому человеку, что такая вещь существует, это и есть настоящее чудо. В сказках там пишутся, что есть ковер там, скатерть, самобранка, сапоги, скороходы там, ковер, самолет там и так далее. Это все, может быть, и есть в этом мире, есть мистические силы, так называемые. То есть это все бывает на самом деле, просто не знаем об этом. Например, в ведах описано, что если молния ударяет в дерево, то вот эта энергия, кинетическая энергия молнии, она остается в дереве. И если взять ветку от этого дерева и читать определенные звуковые вибрации, то эта ветка, она преодолевает закон гравитации и начинает парить в воздухе, ты можешь на нее сесть и полететь. Бабки-ежки, да? И описывается, что это знание до сих пор в Индии существует. Есть качори, что ли, качхори, как-то так называются, вот эти женщины, которые владеют этим знанием до сих пор в Индии. И они могут перемещаться на этих ветках деревьев, которых удали молнии на какое-то расстояние, сидя, как на метле. Вот. Такое бывает. Это в ведах описано, что такое бывает. Мы немного не знаем, чего бывает. Но я вам говорю не для того, чтобы подумали, что я шизофрений, а для того, чтобы вы поняли, что это не чудо, это все ерунда по сравнению с тем, что происходит, когда человек слушает тех, кто молится, и как они повторяют в их настроении. Постепенно его звук начинает его самого вдохновлять, а потом в сердце появляется спокойствие, а потом появляется возможность влиять на человека, который тебя мучил, а потом он меняется, этот человек сам. Не потому, что его кто-то изменил, а просто он сам меняется. И так действуют молитвы. Поднимите руку, кто вчера, я желаю всем счастья, в сердце спокойно стало. Это первая стадия. А кто из вас пришел куда-то и почувствовал, что отношения поменялись? Это вторая стадия. А кто из вас вчера увидел, что человек по-другому начался вести? Два человека, три поднял. И дети даже. Это третья стадия победной судьбы. Ну, третья, возможно, когда не сильно тяжелая судьба. А когда сильно тяжелая, то она возможна тоже. Ну, полгода молитвы уже надо или год. У меня на фестивале «Благость» был такой случай. Мужчина очень разумный такой. Он когда приехал на фестиваль, я подумал, но этот человек не должен был приехать на фестиваль. Потому что он, как бы, такой уже очень влиятельный, там, человек. Таким, не на правительство, но в достаточно высоком уровне, там, директор завода, там, и так далее. Обычно такие люди очень разумные, им не нужно никаких советов в жизни. Только если сильно судьба их поломает, они тогда начинают интересоваться, изучать все. Ну, вот он приехал на фестиваль, он подошел ко мне и говорит, «Меня в тюрьму хотят посадить». Я ему начал долго рассказывать о том, что есть такое знание тайное о том, что на самом деле власть – это божественная вещь, которая приносит мир в жизнь людей. И поэтому, если власть не ведет к разрухе, к насилию, к войне, а сохранять мир на земле, то ее всегда нам нужно уважать и поддерживать. И даже ошибки власти, которые она совершает, не являются причиной ее разрушать. Потому что разрушение власти приводит к войне, к войнам, бедствиям, к ослаблению силы страны, там, и так далее. И Бог очень не любит тех, кто разрушает устои власти тех людей. А он как раз поставил правду выше власти и начал как бы действовать разрушительно. И он говорит, «Я молюсь Богу, почему Бог меня не защищает?» Я говорю, «Потому что действуйте против Него, вы разрушаете то, что принесет страдания людям, делайте». И он это осознал. И потом у нас на фестивале был такой у нас ретрик, мы целый час повторяем «Я желаю всем счастья», громко включаем молитву, громко повторяем «Я желаю всем счастья», он трудился целый час, и его осенило, он понял этот закон, который я сказал. Он говорит, «Я все понял, теперь что мне делать?» Я говорю, «Да не беспокойтесь, Бог же, Он внутри вас находится, в вашем сердце». И он тоже все понял, что вы поняли. Он говорит, «Ну я хочу знать будущее, что дальше со мной будет». Я говорю, «Вот если что-то произошло серьезное, ваше понимание правильно, то у вас произойдет в ближайшее время контакт с этими людьми, и вы просто честно им скажите, что вы поменяли свое настроение, хотите менять отношения и все прочее». Он говорит, «Вы понимаете, Олег Геннадьевич, это не такие люди, которые будут моим словам верить. Они вообще как бы не реагируют на слова. И это правда». Ну то есть люди очень высокопоставленные, они болтовню не воспринимают за что-то серьезное. Я говорю, «Вы все равно скажите, потому что ваше дело сказать, а вас примут они или нет, это дело Бога уже, а не ваше». И он такой посмотрел на меня и говорит, «Ну ладно, хорошо». Через два часа ему звонок от этих людей. И он им сказал, что он хочет нормально теперь. Он как бы поменял свое представление, молился, понял, что власть важнее, чем правда там и так далее. Ну все им это сказал. И они ему ответили, что сюда не будет никакого. Приезжай, будешь работать, все закончилось, все нормально. Это результат молитвы. Разрушаются все препятствия в судьбе человека. Самые сильные препятствия могут разрушаться. Непреодолимые препятствия могут разрушаться. Но люди в большинстве своем не знают этого. Они думают, что надо действовать напрямую на события, что-то делать. Это тоже правильно. Если у тебя есть влияние какое-то через любовь. Вот ты, допустим, уважаешь власть, уважаешь старших. И где-то у тебя прокол произошел в отношениях. Ты можешь попросить старших, и они успокоят ситуацию. Это потому, что ты уважаешь старших. А если бы не уважал, такого бы не было. Ты бы не смог воспользоваться этим. То есть отношения важны, но отношения с Богом еще важнее. Когда у человека нет никакого выхода, и он начинает просто молитву читать, то он побеждает все препятствия в жизни. И не имеет значения, женщина это и мужчина. Потому что у человека всегда есть два действия в жизни. Одно прямое, другое сердцем. Действие сердцем большинству людям не знакомо. Они не знают, что такое действие существует. Что ты ничего не делаешь, просто молишься, и оно становится легче, ситуация. Любая ситуация становится легче. А если ситуация абсолютно непреодолима, тебе все равно придется преодолевать даже в следующей жизни. Поэтому все равно молись. В этой жизни не доделаешь, следующее доделаешь. Мы живем вечно. Время много. Но побеждать судьбу надо обязательно. Иначе все будет повторяться вновь в жизни. Продолжение следует...